доброе утро налетела тут пурга такая неожиданно весна весна а тут чуть ли не минус 10 градусов но через день уже будет плюс 10 и вот эти скачки всякие они конечно не очень хороши не для людей не для природы которая уже распустила зеленые листочки и цветочки поэтому мы сегодня поговорим наверное о чем-то таком чтобы волшебным образом вернуть ощущение лето тепла пчелок меда поговорим о медовых ароматах и еще раз я приветствую особенно любимых моих парфония джих мальняков парфония марфар маяков и фамифовка и фамифовка поймайся с утра не пьемся как-то я не могу разговариваться и еще раз добрая утречка вот так за пять минут тучка убежала и теперь светит солнышко а я уже не знаю куда от него спрятаться буду вся в таких зайчиках по крайней мере это будет соответствовать теме сегодняшнего разговора об ароматах запаха меда воска цветов в общем всего такого вкусного летнего замечательного который вот именно на это время года как-то у меня хорошо так идет поэтому буду знакомиться со всеми своими пятью ароматами запахом меда и начну по метро сме есть какая-то система начну по мере их изготовления скажем так создание вот создание это звучит красивее и первый аромат такой уже прямо прям старенький старенький это поэма lancome 95 год он уже насыщенный красивый аромат конечно совершенно не понятой мною когда-то потому что нос требовал каких-то более легких ароматов каких-то фруктовых и вот эта насыщенность невероятная она меня тут у него к сожалению немножко сломана эта штучка она позволяет распрыскивать но болтается не стоит прочно но зато можно вот так вот приблизить нос к этому чуду и ощутить что-то невероятно красивое правда это довольно таким старенькая версия поэтому может быть она такая красивая не знаю как там современные мне кажется не даже по цвету немножко посветлее но недаром название поэма это действительно какое-то произведение искусства которое такое многогранное хочется так сказать потому что состав у него богатейший естественно мы не не почувствуем все вот эти отдельные ингредиенты вот мы увидим только это общее впечатление но я все равно хотела бы вам зачитать этот состав потому что понять как делались ароматы тогда что в них только не было итак первые ноты это черная смородина гималайский мак сливы зеленые ноты мандарин нарцисс персик бергамот дурман я бы сказала что для меня здесь довольно яркие вот какие-то желтые цветы возможно это нарцисс он не настолько сладкий но может быть персик дает какую-то такую легкую фруктовость хотя мне кажется здесь больше вот именно чего-то такого совершенно восхитительного потом почитаем ноты сердце у нас там мимоза кожа флит оранж фрезия жасмин гелиотропы ланг цветок ванили тубероза роза чтобы можно было бы найти их пытаясь из этого списка найти то что мне больше ближе возможно и ланг возможно мимозова тут он для меня такой же желто цветочный все-таки и амбра мускус бабы тонко ванили апельсиновый цвет и кедр в нотах базы но он красив самого начала тут не надо ждать базы или чего-то такого ним есть какое-то непонятное волшебство медовая кстати вот как как таковой мед в общем то здесь и не указан тем не менее вот для меня это медовый аромат хочется так сидеть и наслаждаться потому что эта история это действительно поэма эта красота невероятная для меня непривычная но я знаю людей которые просто влюблены в этот аромат и мне хочется вот просто так обонять понимая что передо мной такое великое творение невероятно красивая безумно женственное очень такое мягкое округлое но так как я его воспринимаю я думаю что у многих он если не в любимых то знакомых ароматах поэтому много долго не рассказывать не буду просто еще раз покажу потому что вещь изумительная ну вот наконец-то опять какой-то точка опять прилетела теперь изображение по крайней мере будет немножко более четким следующий по времени на год всего-навсего позже 96 год тоже совершенно потрясающий аромат в красивейшем в таком флаконе я думаю что тоже многие обознают это черная жемчужина black pearl элизабет тейлор вот именно в это время почему-то эти ароматы как-то на меня хорошо садятся здесь уже состав немножко попроще так солнышко опять не могу я как-то реагирую на все на это потому что вижу себя в экранчике и вижу всех этих зайчиков и мне трудно сосредоточиться здесь перси гордыни и бергамот водяная лилия белая роза лотос амбра сандал мускус тоже опять же про мед ничего не сказано и он опять таки для меня какой-то медовый но такой не сладкий немножко горьковатый чуть-чуть даже мне кажется ну очень красив потому что и это же не знаю что здесь так хорошо опять же перемешано вот оно чудо так сказать создание аромата когда ты берешь ингредиенты которые в общем-то составляющие может взять каждый и вдруг ты делаешь из них что-то такое чего далеко не каждый способен вообще даже иногда понять простые ничего особенного здесь нет ну просто приятно вдыхать очень красиво сейчас и на коже на одежде и вот мне нравится то что не сладкий последний аромат которым я буду заканчивать свой рассказ он просто такой слепательно сладкий а этот очень благородный аромат вот на этот раз я точно бы сказала взрослой женщины и при том еще и красавицы вот сразу вспоминается образ элизабет тейлор конечно она была невероятная красавица что-то потрясающее и аромат у нее довольно сложные вот все те которые у меня есть надо может быть как-то отдельно об ароматах элизабет тейлор снять они как будто бы говорят вот вот она я вот она я красавица вот она и необыкновенная женщина они все достаточно яркие вызывающие очень привлекающие к себе внимание не завлекающие а именно привлекающие внимание если вы почувствовали разницу в этом то есть они не сексуальные но они настолько красивые что ты не можешь пройти мимо не повернув голову откуда откуда этот аромат для меня такой проплесный немножко был восковый но сейчас это улетучилась куда-то у меня долгое время стоял в темном шкафчике может быть так оно и должно быть они должны как-то отстаиваться и вот он отстоялся до состояния такого просто невыносимого благородства невыносимой красоты которую хочется сейчас на себе носить как же он хорош он он просто это как жемчужина на самом деле вот он рос рос потихонечку в своей ракушке это вот так так напоминает ракушку и и вот он вырос и есть это вначале мне казалось что-то такое фу почти фу казалось что-то ретро какое-то странное непонятное ну маленькая такая была там жемчужинка почти не видная в складках ракушки и вдруг она вот выросла большую громадную красивые переливающиеся перламутровую жемчужину и вот сейчас ощущение вот этого богатства которые у тебя на руках вот она есть теперь это лежит она стоимостью миллион долларов очень красиво очень благородно вот это наилегчайшая горчинка которая вот мне здесь кажется то она мне кажется то на мне кажется такое тоже переливающийся красивейший аромат не невероятно интереснейший следующий у меня аромат по времени создания это аромат еще более потрясающий мне вообще все они нравятся и оформление их нравится и флакон просто ну я не знаю просто волшебный был момент когда мне он тоже не очень нравился и у меня его хотели приобрести но я никак не могла расстаться потому что мне так вот этот флакон зацепил с этой маленькой пчелкой золотой и вот там такие сделаны ребры и ребристые поверхности из-за чего он кажется прямо переливающимся каким-то кусочком когда этот кусочек льда в руках держать а здесь какой-то кусочек я не знаю чего какого-то топаза желтого или что-то что-то невероятное и так это нас ким кардашьян пьюр хани называется ну то есть в общем чистый мед у нас там цветок мандарина белая фрезия красная роза орхидея жимол из пчелиный воск мед мускус ваниль кокос никакого кокоса никакого мускуса что люблю эти ароматы нет вот этого ощущения что я не могу на себе его носить именно из-за нелюбимых нот хотя они вот здесь присутствует не орхидея я ты не не знаю не красная роза оставим цветок мандарином пчелиный воск мед ваниль оставим и может быть вот какой-то цветочек как скорее как белая фрезия чем как красная роза тоже невероятно красивый уже наносила на себя но еще раз нанесу в нем есть какая-то легкая кислиночка не сладкая вот потому что он похож на перебродивший мед если такое может быть он какой-то хмельной в нем есть вот эта пьяность какая-то как он сегодня вообще красив что сегодня такое сегодня день какой-то особенный или или я чего-то не того там с утра выпила но я выпила и буметин адски болит спина но я не думаю что он так повлиял на мое восприятие ароматов он реально как какой-то хмельной напиток вересковый мед там или что-нибудь такое вот красивое такое прямо с градусом с каким-то но она быстро уходит вот эту пьяность и остается вот эта красота вот все-таки цветок мандарина однозначно немножко воска немножко меда но опять же нету такой сильной сладости он не сладкий он просто невероятно такой цветочно-медовый очень красивый аромат даже не знаю что еще сказать как его еще вам похвалить чтобы вы его попробовали ну хотя бы из-за флакончика он у нас как-то был на сайтах и собственно говоря было исчез и больше его не вижу я так рада что я его успела купить потому что не всегда ты обращаешь внимание особенно если аромат не самый дорогой думаешь а ну наверное ничего особенного и эта марка мне не особенно нравилось у меня были какие-то небольшие варианты такие миниатюрки они мне не зацепили хотя сейчас вспоминается что-то шоколадное такое вкусное но неважно в общем этот я брала только из-за флакона и не думаю что такой хороший аромат все но это просто что-то я не знаю это что-то потрясающее следующий аромат 17 год до на каран нектар любви тоже с пчелкой потому что здесь уже так явно заявлен сейчас попробую рассказать что здесь опять же есть кислинка потому что верхних нотах грейпфрут мандарин нектарин и вот это дает свой фруктовый такой красивый аромат желтая фрезия какие-то солнечные ноты жасмин ландыш слива мирабель в нотах сердца и пчелиный воск белый кедр ваниль мускус в нотах базы совершенно другой уже такой очень современный молодежный я бы сказала но не такой серьезный как для меня предыдущие ароматы но восхитительный он гораздо более легкий если кому-то не хочется такой серьезности вот здесь хорошо вот это чувствуется вот эта фруктовость нектарина мандарина не настолько желтый и может быть тоже не настолько медовый скорее вот восковый а собственно мед здесь и не заявлен здесь так и заявлен пчелиный воск и ваниль здесь тоже не мешает она бывает иногда вот создает такую сладость какой он какой он приятный на самом деле такой ну конечно немножечко он воспринимается может быть даже не как духе а как какой-то спрей для тела или вот как бывает что-то такое ароматизированное более легкомысленный получился но он же тоже хорошенький но посмотрите тут тоже золотая пчелка прямо видите как погода меняется просто на протяжении 15 минут я то вся залита солнцем то опять налетела туча какая у нас сумасшедшая погода конечно в марте ну да он такой ну более несерьезный скажем так но приятный вот в нем есть эта свежесть в нем есть эта кислиночка то есть для меня он тоже вполне такой вот может быть когда будет погода потеплее то что здесь есть из тех что я вам показала некоторые ароматы которые возможно на ну даже Элизабет Тейлор на жару вряд ли пойдет а вот этот на жару просто прекрасно великолепно будет замечательный и еще один медовый там где мед на первом месте где просто слипнись все это это Жан-Поль Готье скандал но со словом ночной скандал 18 года очень некая ну такое последнее приобретение поэтому еще сохранилась коробочка у всех предыдущих я уже куда-то делала эти коробочки всего 30 миллилитров поэтому выглядит он немножко иначе вот эти ножки они начиная с 50 миллилитров они вот так торчат такие обнаженные ножки торчат из пробочки здесь они просто вот сбоку на таком на веревочке хочется сказать но почему решила взять именно ночной теперь вот уже думаю о дневном нахваливали вот эту сумасшедшую медовость и мне хотелось посмотреть что же за аромат в котором мед, цитрусы, горький апельсин в верхних нотах тубероза, гималайский нарт не знаю что это такое вишни апельсиновый цвет груши это нота сердца и бобы тонко пачули, сандал, древесный янтарь, ваниль, белый мускус это база невероятно сладкий невероятно сладкий такой что еще раз на себя нанесу довольно сложно будет кому-то воспринимать кто не любит вот эти ароматы в стиле лавей эбель и прочее хотелось бы вот этого горького апельсина хотелось бы больше цитрусов ну хотя бы даже вишню какую-то хотя вишня тут проскакивает но ощущение что это мед мед, мед, мед еще раз мед на теле лучше, по другому на одежде это чистый мед потом когда немножечко это все развеивается минут через двадцать там появляется тубероза и вот как-то больше ничего я там особенно не замечаю груша теряется потому что мед он настолько сильный он забивает с собой буквально все он мне казался сильнее тут я наверное просто перед ним уже свой нос закрыла какими-то другими ароматами но он очень сильный сладостный, шлейфовый он насыщенный он сумасшедший какой-то совершенно тоже очень женственный очень такой вот мягкий прилипчивый прямо кажется что ты обмазана медом и ты к нему прилипаешь к этому меду ну вот здесь надо любить именно запах сильнейший медовый я бы хотела больше цитрусов я бы хотела больше какой-то кислинки но это именно такой аромат ночной возможно скандал который дневной скандал может быть он более легкий этот ну наверное на самом деле его нужно носить ночью мне кажется что какой-то душной влажной ночью и ты будешь благоухать как куст какой-то туберозы жасмина там чего-то еще или как даже липы которая вот когда она цветет она вот заполняет собой все пространство кстати может быть здесь есть что-то липовое? нет липового вроде бы здесь нет но сам мед по себе он дает ощущение вот каких-то такие ассоциации рождаются сразу которые ты можешь себе представить и кто любит мед я люблю баночки с медом смотрите какие они красивые сам мед я ну не так часто употребляю и если это происходит то это как раз скорее всего будет в чае с лимоном мне нравится это сочетание кислоты и сладости аромата который появляется здесь вот не хватает этой кислоты мне сладости больше чем достаточно но он интересный он очень он настолько концентрированный что кажется что достаточно вот действительно одной капельки одного пшика наверное так и надо поступать все причем где-нибудь там на затылок чтобы не только где-то шлейф вокруг тебя был такой потому что вот напрямую ну сложно с этим жить будет но кто ищет мы же все ищем разного кто-то ищет легкости кто-то ищет насыщенности чего-то такого то я думаю обратите свое внимание на эту марку кстати она у нас так потихонечку исчезает из Латвии почему-то сочли ее очевидно не перспективной может быть мало покупали и ее выводят она уже по сути осталась у нас может быть в каком-то одном магазине остаточки и спицы я видела и я думаю что безусловно на сайтах интернет-магазинов где он и был приобретен вот красивая конечно у них вот это оформление эти баночки они мне нравятся ароматы очень интересные он не сказать что он прямо невероятно необычайно какой-то но он стоящий того чтобы на него обратить внимание попробовать и я думаю что вот среди всего этого может быть я не настолько сегодня хорошо вам все описала она попыталась передать свои восторги мне как всегда восторги меня восторги потому что это так так красиво так многообразно так многогранно они все как будто бы на тему меда и они все такие разные невероятные это так замечательно что мы можем каждый себе найти какой-то красивейший аромат я сегодня буду вот в этом ким кардашьяни ну потому что я не могу я могу вам показывать бесконечно я так застыну и вот так и останусь навсегда буду как статуя потому что хочется его ну просто везде ощущать вот эта невероятная пьяность вот эта начальная она конечно удивительная совершенно как немножко забродившее вино какое-то с медом красивейший аромат ну вот на этом сегодня такое у нас утро непонятное переменчивое и такой немножко наверное сумбурный получился рассказ но хотелось вам порекомендовать и может быть вы пойдете к себе магазин в интернет магазин или просто и попробовать они кстати все недорогие в общем-то ароматы в основном и есть смысл хотя бы там миниатюрочку попробовать хотя бы какой-то отливан себе заказать и познакомиться с чем-то еще из мира медовых ароматов ну вот опять на нотке солнце пропало я с вами прощаюсь но не пропаду надолго обязательно скоро буду опять с вами всего хорошего пока-пока хорошее кстати вам выходных сегодня суббота утра так что приятно провести время невзирая на то что нас тут везде преследуют коронавирусы везде сложности везде карантины ну вот есть повод посидеть дома и что-то поразнюхивать заняться домашними делами любимыми делами какими-то увлечениями чем-то таким что приносит нам радость и удовольствие всего хорошего пока-пока до новых встреч